Девушки отдыхают Музыкальная сказка «У леса на опушке» несомненно для семейного просмотра. В ней затронута важная во все времена тема взаимоотношений детей и родителей. Это история о горячих сердцах, верной дружбе, трудных испытаниях и торжестве добра и любви. А еще зрители встретят в волшебном лесу все четыре времени года. В данном спектакле это сказка без детской реакции, без смеха, без каких-то выкриков, улюлюканий, без смеха взрослых. Да, конечно, было бы тяжело работать и я очень рад тому, что наконец-то все-таки мы открылись, пусть даже и с 30-процентной рассадкой, но встречу со зрителем жду с нетерпением. На самом деле в спектакле очень много юмора. Он легкий по своей интерпретации, ненавязчивый, без глобальных каких-то смыслов. Мы очень хотели удержать форму шоу, которое свойственно Дворцу культуры, рыбаков, не заниматься чрезмерным драматизмом, чтобы спектакль получился очень яркий, но в то же время, чтобы в нем прозвучала такая тонкая-тонкая нотка. На сцене задействованы одновременно 35 маленьких и взрослых артистов. Это ведущий актер ДКР, театр студии «Мы босиком» и танцевального коллектива «Мистериум». В зале, который может вместить больше тысячи человек, пока можно будет разместить только 400. Соблюдение дистанции – обязательное требование в период пандемии, за время которой Дворец культуры рыбаков сильно изменился не только снаружи, но и внутри. За этот период времени у нас обновился полностью концертный зал, у нас оборудованы новые театрально-концертные кресла, сделана система вентиляции, пожаротушение система также функционирует, заменен генеральный занавес, полностью сделан капитальный ремонт балкона, теперь там у нас самые, наверное, удобные и комфортные места. Дворец культуры рыбаков возобновляет работу 6 февраля. В этот день покажут «Золушку», а премьера музыкальной сказки «У леса на опушке» состоится 13 числа. Стоимость билетов останется прежней. Анна Соколова, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.